Меня просто поражают вот такие вот отношения, типа она чему-то удивляется, что-то ей не нравится, а ты что, участвовала как-то вот сильно в воспитании? Лица маленько. Просто к тому, что не следитесь никогда в своих... в своей профессии. Ну да, хобот-то не надо почистить? Нет, нет, всё нормально. Привет, ребята, новый влог. Можно сказать, что я уже как будто неделю влогов веду. Блин, а можно не называть её недели влогов, а просто вот снимать много. Кстати, я ещё, знаете, что поняла, в чём разница между неделей влогов и обычными влогами из повседневной жизни. Я, кстати, заметила, перестала называть «моя повседневная жизнь». Я подумала, ну, так понятно, уже реально хватит. Я стараюсь, ну, не всегда коротко, но вот просто чётко по факту, что в этом видосе, о чём примерно. Вот, и в чём разница недели влогов и обычных влогов так в том, что в неделе влогов я ещё читаю комментарии. Ну, я всегда читаю комментарии, просто я это не комментирую обычно на влог. Вот, а сейчас так-то я постоянно всегда читаю комментарии на ютубе. Ну, в основном только на новые видео, то есть где-то там 2-3 дня я читаю комментарии, а потом уже там у меня следующее видео выходит, и я уже читаю под ним комментарии, поэтому не всегда. Но иногда бывает, я захожу на старый видос какой-нибудь, и там тоже начинаю читать комментарии. Вчера у меня вышло видео, где я убираюсь, пишут комментарии, какая у меня хорошая фигура. Спасибо. Где вы планируете детскую? Если честно, мы пока ничего такого не планируем, никакие детские. Вообще, в идеале в этой комнате сделать спальню с гардеробом. В этой квартире полно места для того, чтобы придумать, как-то извернуться и сделать детскую. Всегда можно убрать отсюда этот диван и повесить здесь телевизор, и сделать здесь как бы спальню, а там детскую, например. Вообще базара ноль. Так нравится, когда накрашена куба в 100 раз красивее. Спасибо. Мы скорее разговаривались о времени выпуска роликов. На самом деле, угар в том, что вот у него вышел блог из Еревана, и у меня в этот же день выходит видео с дачи. Я просто подумала о том, что, блин, ну мне надоело, я хочу, раз уж я там не сильно активничаю, не выхожу там на улицу, не фоткаюсь для Инстаграма, например, да, не езжу там по шоурумам обычно, что я делаю. Хотя вообще-то можно съездить, но для того, чтобы съездить, нужно встать, заранее написать в шоурум, что я приеду. А я как бы встаю-то, я сегодня опять поздно встала. Но я накрасила, потому что если я накрашена, это значит, что я сегодня могу что-то сделать полезное. Ну, там, блог снять, сторисы поснимать. Обычно кому-то из Икеи по телевизору, из-за того, что сейчас они там не широкие, смотреться будет аккуратнее и лучше. Надо посмотреть, кстати. Повесить тюль в спальне. Возможно, комната станет еще уютнее. Хочу, если честно. Очень хотела бы повесить тюль в спальне, но мне нужно замерить ее в размер. Прийти в ателье. Почему? Для уюта. Не, ну с тюлью уютней. Да. Слава считает, что тюлью по-бабушкински, но я так не считаю. Тюлью, зай, можно открыть жалюзи побольше. Юль, просто твой мозг думает, что никуда не нужно идти, можно еще поспать. Зачем рано вставать? Нужно настроить себя на то, что нужно примерно работу в офис. Опаздывать ни в коем случае нельзя, иначе останешься без работы. Или просто планировать очень важные дела именно на утро. А выбора ведь не будет, и до обеда нельзя будет поспать лично. Мне такой способ помог настроить режим, когда рано просыпаешься, намного лучше я чувствую себя и сил больше, и энергии. Каждый день свой планирую чуть ли не по минутам, и тогда все будет ок. Очень нравится видео, жду с нетерпением. Да, это хороший способ. Я обычно тоже так делаю. Я, кстати, вот, например, наращивание ресниц всегда назначаю прям на утро, прям вот на 9, на 10. И я могу поспать, знаете, в духе там 3-2 часа, пойти на ресницы. Но кайф в том, что на ресницах я еще посплю. А после ресниц я же там не останусь спать на кушетке. Мне надо вставать. Значит, что, допустим, в, там, во сколько, в 9, ну, допустим, в 10 я пришла. Там в 12 я уже как бы начинаю активно жить, что-то делать, а не то, что, блин, спать. Сегодня я поставила будильник, и я проснулась в 11.30. Проснулась. Я еще заставила Славу, чтобы мы оставили открытыми жалюзи немножко. И шторы не сильно закрывали, потому что у нас шторы эти, blackout вообще конкретный. И это мне не помогло. Я проснулась, да, в комнате так светло по сравнению с тем, когда все открыто, точнее закрыто, все шторы и жалюзи эти. И подумала, класс, я проснулась, я смогла. Я открыла глаза, я прям вникла, то, что 11, вау. По-восхищалась собой, то, что я смогла. Потом думаю, ну, ладно, сейчас подтянусь на кровать. И, видимо, за этот момент, прям за секунду уснула. Короче, капец. Встала в три. Нет, ну нормально. Короче, я накрасилась. А еще сегодня я выдвила себе прыщ. Вот здесь. И он искривил мою морду. Просто я, это я тупая. Зачем я его выдвила? Я же знала, что он искривит мне морду. Я помню, я никогда не забуду свой прыщ, когда нас позвали сниматься в Ёлке 7 на финальной сцене, где все сидят за столом. И у меня, короче, такой же прыщ был. Ну, примерно такой же. И я его, короче, тоже выдавила. И он, ну, у меня, видимо, там часть лица опухла. И просто из-за того, что там был прыщ, там как бы болячка была. Ну, не болячка, а распухшая слегка. Вот я еще постаралась чуть закрасить, ну, как бы, затемнить. Но это такой дебилизм. И я помню, что нам сниматься в кино. И я понимаю, что у меня просто два подбородка. Вот, проделилось лицо. Это очень тупо. Я попросила Славу, чтобы мы поехали в торговый центр. Куда-нибудь, чтобы хоть чуть-чуть взбодриться. На самом деле, когда я выхожу на улицу, делаю какие-то дела, ношусь. Да, там может быть холодно, сыро, ну, не так клево, как дома. Но зато я как-то вот более бодрой, что ли, становлюсь. Ну, это понятно. Понятно почему. Поэтому нужно просто стараться выходить. Девочки, оставляем неон. У розовой она любит. Розовый неон. У Славы вышла новая реакция на канале. Так что обязательно зайдите, посмотрите. Она очень смешная. Да, Вилочка? Иди покажись. Вот она. Вот же мой пирожочек. Да? Кто, мамень, пирожочек? Что-то у Вилы уже изо рта начинает попахивать. Наверное, скоро зубы придется чистить. Потому что мы ее еще не чистили зубы ни разу, хотя ей скоро 4 года. Но у нее не пахло изо рта, и мы проверяли ее зубки, они были хорошие. Вот. Ну и, кстати, когда мы приходим на стрижку, там тоже проверяют зубки ее. И сказали, что через полгода приходите уже, чистить надо будет. Боишься, Вив? Я переживаю. Буду за тебя. Ну ничего страшного, все чистят зубы. Мама с папой каждый день зубы чистят. Хотите такую плюшку себе? Такого человечка волосатого. волосинка моя. Гулять пойдем? Гулять. Купаться будем? Купаться и гулять. Гулять будем? У нее два любимых слова, это купаться и гулять. Да? Гулять? Ты гулять пойдешь? А еще на дачу поедем. Поедем на дачу? Поедем? На дачу поедем? Ой, череша, гусечка. Блин, опять у меня серый нос. Где-то я это уже видела. Наконец-то еле заставил Славу выйти из дома. Да, дай. Да вообще-то я быстро, я быстро, четок. И вообще нет никаких проблем. Мы готовы. Классные мы, да, Зай? Ну вот ты только допускаешь одну ошибку в своем образе. Барсеточка? Нет. Это тоже, кстати. Но ты застегиваешь этот. Кого? Кого? Ну, жилетка, блядь. Кстати, надо было побольше взять размер. Почему застегиваю? А что, не надо? Вот эти вот клюшечки. Посмотри, видишь, как модно выгляжу я. Она просто накинута и как бы дополняет. Ты просто раздета. Сейчас выйдешь, замерзнет. Так я пока буду мерзнуть, я буду вот так вот идти. А, вот так вот. А так ты не модно выглядишь. Модно. А так я застегнут, но конкретен. Че так и конкретен? Все, погнали. Ну, она просто тебя обтягивает. Еще штаны у тебя такие свободные. Ты как гусеница какая-то. Я езжу в гусеницу. Ну, вот видите, мужики какие, а? Гусеницы он. Слышали, да? Интересно, каково там на улице. Я ж туда вообще не ухожу, блин. Ну, мне нормально. Короче, сейчас Слава отвезет меня в Макдональдс. Угостишь меня рестораном? Да. Главное, чтобы бабушка моя этого видео не увидела. Моя бабушка тоже смотрит видео мои. Дедушка вообще... Ну, и мама, ну, все, наверное, смотрят. Блин, это так странно. Если вы смотрите, привет вам. И если кто-то из моих родных сейчас посмотрел вот этот момент, то прямо сейчас мне позвоните, сказали, я сейчас вот этот момент посмотрела, и я буду знать, кто посмотрел. Класс, вот это интерактивчик. А что? Слушай, темно здесь. И мерзко. Пошли обратно. Но красивый, кстати, вид. Для обложки. Вдруг пригодится. Типа, ребята, я не дома. Ты мой приглашенный эксперт на всю мою жизнь. Да? Да. Так, и в чем надо? Скажи, что мы не так часто Макдональдс кушаем. Да не, в последнее время не часто. Да, я в шоке. Типа, это круто? Очень круто. Причем это круто для нашего здоровья. Но также и желания прям сильного ехать кушать в Макдональдс нет. Прикинь, когда-нибудь я перестану любить Макдональдс? Я думаю, что это невозможно. Но то, что я его, например, буду меньше есть, это возможно. Причем самое интересное, мы себя в этом не ограничиваем. Типа, мы захотели в Макдональдс? Да, нет проблем, давай. Просто бывает такое, что мы даже на дом заказываем Макдональдс. А в последнее время мы перестали заказывать на дом. Мы скорее что-то готовим. То есть прям молодцы. Огурцы. Короче, рассказываю план. Макдональдс, потом ТЦ Семеновский. Поискать там журнал. Можно, кстати, там и наше скупить. Потом сделать дома попкорн и смотреть, как избежать наказания за убийство. Мы сейчас смотрим этот сериал. Уже на последнем сезоне. Офигенный. Очень нравится. Ну там очень, очень много сцен 18+. Скажем так. И иногда ты такой думаешь, господи, ну о чем я сериал смотрю? Твою дивизию. Просто иногда это как бы норм и даже прикольно. То, что, ммм, перчинка. А иногда прям думаешь, не, ну что такое? Они же там типа про адвокатов. Про то, как они защищают людей. Там себя защищают, да, от всяких, ну в суде. И у них там просто, что ни дело, то надо обязательно домой поехать сексом заняться. Вообще. Ну сколько можно? Там кинотеатр есть. В кино. Да что там? Ну не, идет что-то. Но у нас дома офигенный сериал. Ну ты хочешь кино? Я посадил, конечно. Вот мы приехали в Макдоналдс и все еще здесь, здесь вот эта акция со стаканчиками мы решили урвать еще один. На самом деле они по сути нам нафиг не нужны, но вот это вот чувство, то что стаканчик стоит 1 рубль, ну как не взять? Мы приехали в ТЦ, кстати, хорошо, что мы приехали именно сюда, потому что на первом этаже есть целый магазин журналов. Там же мы как-то покупали с тобой, ну это была твоя идея, конечно, я сразу в это все не верила. Что? Ну вот эти вот трешь и типа побеждаешь. Как это называется? Лотерейные билеты? Эх, смехотворство. Тратишь 100 рублей, выигрываешь 100 рублей или ноль. Интересно, хоть кто-нибудь там что-нибудь может выиграть? Ну это, наверное, клево, если ты покупаешь на косарь и в каждом выигрываешь, типа, не 100 рублей, 200. Ну там очереди такие из бабушек стоят постоянно. Если в каждом выигрываешь не 100 рублей, а 200 в этом билете, то считай 2 косаря срублил. Но за ним еще надо прийти. За косарь, типа, я думаю, что там, ну реально, наверное, один из тысячи или двух тысяч, наверное, что-то хорошее выиграл. Вообще интересно, ребята, напишите в комментариях хоть кто-нибудь из вас вот такие лотерейные билетики, типа, где-то стираешь. Монеткой. И узнаешь, сколько выиграл. Вот кто-нибудь из вас выиграл, типа, вообще офигенную. Квартиру кто-нибудь выиграл? Да какую квартиру? Это все, это вот, лапша. Ну там же это, обещают. Обещают очень много всего. Ну, короче, все это лапша, не ведитесь. Хотя мне всегда очень хочется что-то выиграть. Всегда хочется что-то выиграть. Это понятно. Это вообще, на самом деле, такой развод на лоха. Но самое интересное, вот я думаю, блин, я не лох, реально, я не чувствую себя лохушкой. Но волей-неволей все равно хочешь поучаствовать, попытать удачу. Как, например, я у Лерчика пару раз выказывала. Аудио какое-то, по-моему, что-то, короче, что-то про всякие там йоги, вот эти. Сидишь, расслабляешься. Медитация, да, вот такое выиграл. Ну, короче, обломалась я. Но, кстати, хочу сказать, что я когда заказывала продукты какие-то у Лерчика, я специально заказывала то, что хотя бы мне может пригодиться. Так, что, погнали? Погнали. Надо маски надеть. У меня маска с собой. Оп. И все. Я бы тебя с такой не пропустила, я считаю. Ребята, главное, без опасност. Интересно, найдем ли мы меня? Найдем. О, я такая счастливая, что мы можем погулять. Все ради тебя. Ты как мой муж, типа, с традициями какими-то там, с определенным менталитетом и верой, и ты не разрешаешь своей жене выходить из дома. Она должна дома сидеть, только убираться и готовить. Ну, это типа ПОВ, поняли? Типа, ПОВ. А сегодня, ну, короче, в честь праздника. Да, 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 да. Когда твой муж тебя не выпускает погулять, и вдруг через праздник разрешил. Сходить за продуктами, чтобы приготовить дома поесть. Молодец. Так, идем к журналам. Идем к журналам. Вообще, почему они нам не привезли целую кучу? Я, кстати, даже не знала, что этот журнал уже вышел. Я не знала, благодаря подписчице. Ну, как бы, а что они должны тебе привезти? Ты кто такой, такая? Интересно. Ну, сколько тут всего? Здесь стопудово есть. Ну, да. Вон там у девушки спросил. Короче, к сожалению, там, где рассчитывала взять целый мешок этих журналов, их вообще туда не поставляют. Как? Вообще, я говорю, есть у вас журнал Wedding? Она говорит, в природе есть, но нам не поставляют. В природе. Ладно, пойдем в обычный. Ну, да, начинается. Опять в эти игры. Игры. Ты смотришь дебильные футболки, которые тебе малы? Почему малы? Ну, помнишь, что ты тут взял, она тебе мала была? Ой, не знаю, Слава постоянно хочет радовать вас в своих реакциях новыми интересными футболками. Это моя цель, это моя миссия. Вот это же мы, сдай. Помнишь? А? Это же мы. Да. Только без очков. Почему они оба в очках? Нет, вон только в очках. А это что у нее? У нее синики под глазами. Ужас. Фуфло, Зайк, фуфло. Как говорить, можно покупать всякий бред. Слава хочет PlayStation 5. Я еще посмотрел, думаю, нифига, у них плойка есть. Просто коробка. Продажа. А у них просто коробка, да. Короче, что он тебе сказал, что надо, типа, можно сдать свой квертый? Ну, это вообще не какие-то, типа, ты в трейд-ин сдаешь, они, типа, зачитают эту сумму, там, в районе 20. Хотя, плойку могу свою продать за 35, спокойно. Ну, да, она у нас вообще в хорошем, идеальном состоянии. И у нас она неплохой комплектации, у нас, типа, прошка с 1 терабайтом. Вот. Поэтому он говорит, типа, 1016, типа, зачтется. Пошел ты нафиг. Я спокойно за 35 продам и еще добавлю двадцатку, и вот у меня новый плойк. Next Gen. Да. Ох, мой миленький, ох, мой хорошенький. Ну, их нету просто, потому что сейчас дефицит чипов на рынке. Их завезли в Россию, типа, там, из разряда 30 тысяч, когда желающих купить было в этот же, грубо говоря, день, когда привезли, плюс-минус 1100, наверное, человек по всей России. Это грустно. Мы пришли в Читай-город, чтобы поискать журналы, но их тут, к сожалению, тоже не оказалось, поэтому мы взяли кучу всяких папок. Я взяла для документов, чтобы вести бизнес-дела. Стояла тут три часа, выбирала, что я хочу. Вообще так давно здесь не была. Классно. Стикеры всякие. Ой, раньше я любила по таким магазинам ходить, чтобы в школу что-то модное, классные книжки. Я планирую. А сейчас зачем мне это? В школу я не хожу. Короче, мы так и не нашли журналы, и потом мы заехали в другой магазин, там мы тоже их не нашли. Мы приехали в Ашан, в другой ТЦ. Как раз пробки спали маленько, мы доехали за минут 12 от той локации, где били. И я хотела узнать, какого черта вы меня обманываете? Я выставила сториз какую-то, я не помню уже о чем. И мне написали, Юля, а то что, у тебя есть QR-код? Я такая, в смысле? А что я не могу попасть в ТЦ без QR-кода? И мне такие, типа, да, да. Нормально я зашла без QR-кода. Что такое? Так что сейчас мы зайдем в Ашан в поисках журнала. Надеюсь, он там есть, и их там много. Потому что если нет, то я буду вообще злиться. Капец, что вы думаете? Мы нашли всего три штуки. В Ашане, Карл. Здесь должно быть их просто миллиард. Там их очень много разных. Там мы всего три штуки нашли. Интересно, а тут есть еще какие-то магазины с журналами? А нам что-то еще надо в Ашане? Мне нет. Не у нее, а зачем ты телегу взял? Ну, думал, тут за хрена журнал. Вау, у нас на даче вот таких много. Прям литература. И сколько ты таких прочитала? Ой, Сезай. Ты че? Ты еще такая у тебя мудрая женщина. Че, тут блогерские книжки? Вот даже Наташа Краснова книжечку выпустила. Нравится она моей маме. Да? А вот еще у нее книга. Малый фоток. Наташ, больше своих фоток, пожалуйста. Хорошая книга. Я таких тоже могу написать. Это Вали Карнавал. Книга Вали Карнавал. Интересно, о чем, да? Не читай, ничего не бойся. Это прямо это самое. Отсек блогерских книг. Я не знала, что у нее есть книга. Наверное, ее умные мысли. Давно бы купила, я тебе знала. Да не, я ничего против не имею. А я имею. Я знаю, как эти книжки делаются выпуском. Не, это тоже мне предлагали книжки сделать. Я просто не люблю всякое фуфло выпускать. Ну, имеется в виду. За что деньги требую. Читайте нормальную, но это очень хорошая книжка. Да. Даже если вдруг я выпущу какую-нибудь книжку, тоже не читайте. Почему? У тебя хотя бы есть о чем рассказать, написать. Хотя я не представляю, как ты это в книжке уместишь. Вокальные уроки, например. Два тома. Мы зашли в Starbucks. До этого зашли в аптеку. Я увидела то, что у меня заканчивается вот такая штучка. Тоник. Такой я использую для лица. Журнал взяли. Ну, это я вам показывала. И еще порекомендации я взяла вот это. Полевая кислота. Полевая. Написано, что это нужно пить, когда готовишься к чему-то очень хорошему. Ну, не знаю. В идеале сходить в врачу. И чтобы уже врач сказал, что пить, что не пить. Идет такой довольный. Я сделал себе кофе в Starbucks. Идет с журналами. Веддинг в руке. Я просто подпольно подрабатываю свадебным организатором. И мой профессиональный день начинается с этого. Я приезжаю. Мне кажется, у тебя просто девчачьи замашки свадьбами любоваться. Ты, давай-ка это. Да ладно, я шучу. Нужно на меня наговаривать? Не буду. Во-первых, ты уже моя жена, уже не имеешь права на меня наговаривать. В смысле? Ты знаешь, что... Я думала, я наоборот. Когда мы поженились, мы автоматически попали под закон о несвидетельствовании против своего супруга. Так я не свидетельствую. Я просто подкалываю. Ну да. Повезло мне. Нет, не могу. Боже. Сейчас мы идем. Я говорю, я так люблю тебе какие-то задания давать. Типа, ой, зя, сделай вот это. Я совсем не разбираюсь. А он себя делает, моя мурочка. Обожаю. Но больше всего я люблю прикидываться неумехой. Ну не то, что неумехой, а типа, ой, я не разбираюсь в технике. Ты можешь настроить? Пусть муж во всем разбирается. Муж объелся груш. А я буду чилить. На чили. Все мои братья на кайфе. На чили. Смотрите новое видео на моем канале. Классная очень реакция. Причем, мне кажется, это впервые за долгое время реакция, которая длится аж целых три часа. Я не сомневаюсь, что вы не можете сразу осилить весь выпуск и растягиваете на два или три дня. Это ничего, приемлемо. Главное, смотрите. И комментируйте. И если какой-то момент был смешной, вот о чем я всегда прошу, если вам на каком-то моменте, во влоге, в реакции, на канале Славы, да, неважно, было смешно, вот прям возьмите в комменты, сразу напишите тайм-код и типа, ха-ха-ха. Я обожаю пересматривать такое и прям вот сюда даже пальцы вверх ставлю, если даже не на моем канале, а у Славы. Всегда зайду, читаю тоже комментарии, ставлю пальцы вверх. Так что, пожалуйста. Так, ну что ж, когда же мы поедем домой? Скоро, вот что я точно знаю, скоро. Ну что, зай, что там пишут? Да пишут, что я козел перебиваю тебя. Да, я видела, как он говорит. А то, что ты меня перебиваешь, никто не пишет. Ну, это же Юлечка. Вот видите, какое нечестное, ну, вот отношение, несправедливое. Ага. Вот вы замечаете только тех, кто вам нравится. И защищаете только тех, кто вам нравится. А тех, кто вам не нравится, вы плевать на всех хотели. И все время ху**ите их. Я конкретно не говорю про себя, я говорю просто про других. Ну да. Я и себя в том числе, потому что очень много хейтеров от Юли, но и про других говорю. Ну да, что ты глупости говоришь? У меня все адекватные, никаких хейтеров у меня нет. Конечно, я не про тебя говорю. Просто ты, правда, действительно бывает, достаточно агрессивно себя ведешь. А ты тоже иногда, ты часто меня перебиваешь? Я думаю, что чаще, чем я тебя. Ну да, но ты... Потому что почему-то этого никто не замечает. Да, только в чем разница? Разница в том, что когда я тебя перебиваю, ты на меня начинаешь орать прямо в реакции, и все меня защищают. Потому что меня никто не защищает, и мне обидно. Мне обидно, что меня никто не защищает. А тебя защищают. А я не ору на тебя, чтобы тебя защищали. Я не ору, я так разговариваю. Я не сейчас. Я тоже не сейчас. Я говорю, что когда ты меня перебиваешь Я тебе в реакциях не комментирую Так, типа, да ты достал Да все, больше ничего делать не буду У меня было так пару раз Но я вообще в общем говорю В целом, то есть даже когда я не ору на тебя Что бывает достаточно редко Согласись А сейчас ты на меня наорал Я так разговариваю Да ладно, я прикалывалась Короче, ты давай соберись, Зай, не ной Да? Да не смывай, блядь, макияж Вот видите, абьюзер Все, блядь, уже рот на меня Арбузер Достала, чучундер Динозаврики Может вы попрятались в Африке Блин, офигенный трек, ребята Прям вот сейчас зайдите и послушайте Вбиваете, значит, пусковик Боярские, баярские Динозаврики Да Динозаврики Это вообще просто разрыв сердечка Сейчас найду момент Динозаврики Может вы попрятались в Африке И жуете бабы на завтраки Всей науке стуки в Африке Динозаврики Динозаврики Это современное творчество Могло бы быть Но нет же Мы слушаем Моргеншерна Танцуй, как тупая Это было современное творчество Как раз таки в каком? Более 79-м году Давно Ну хочу сказать Я просто Мы как-то ехали Мы же любим со славой старую музыку послушать А я вот думаю иногда Блин, вот уже сколько лет проходит А мы все равно слушаем старую музыку Это я к чему говорю Что произойдет ли в какой-то момент Такой момент Что мы будем слушать музыку Которую мы слушаем сейчас Которая сейчас по радио идет И будем ее слушать И думать, блин, хорошая музыка Произойдет? Да, но когда? Потому что я Когда станешь старой И стану старой Ну, в лет 40 Я всегда буду молодой Сексуальный Красивый Лет 40-50 Ты что? Будешь переслушивать То, что было выпущено То есть ты думаешь, что в 40-50 лет я буду старой? Да я думаю, что Мы же все связываем события с разными песнями И даже если песня там 3 года Она уже старой считается по сути Но если они связаны с какими-то воспоминаниями Ты их будешь слушать и через 10 лет Ну вот у меня вот эта песня Боярского С динозавриками Ни с чем не связана Она просто по приколу у меня Короче, ехали мы как-то с дачи Или откуда, я уже не знаю Ехали и включили Боярского Ну, я хотела послушать Зеленоглазое такси И спасибо за день Спасибо за ночь Спасибо за день Спасибо за ночь Спасибо за сына и за дочь Короче, хотела послушать вот это Слушаем, слушаем Там музыка какая-то дальше идет Типа его песни И тут, короче, динозаврики включаются Все, разрыв сердечка Я уже, не знаю, четыре дня За ехаловую Уже по-другому не сказать Славу этими динозавриками Мы лежим, пытаемся уснуть Я ему, динозаврики Может вы попрятались в Африке Это вообще угар такой Очень сместен Вот так Такие у нас семейные приколы Боярский Какой-то маленький мальчик Интересно, сколько лет уже этому мальчику? Ему уже, наверное, лет сорок У него уже свой, наверное, ребенок с динозавриками Ну что ж Товарищ лейтенант А, еще мы слушали блестящих Фабрику Идет солдат по городу По незнакомой улице Вот что мы любим Вот прям вообще Послушаем, потом еще неделю ходим поем Не, я обожаю старые песни Ну да Ну я фанат просто ностальгии Вот это вот я люблю залипнуть Вот это я люблю повспоминать Не, ностальгия Это, конечно, мощная штука Это мощная, бессмысленная, бесполезная штука Почему? Ну зря ты так говоришь Абсолютно бесполезная штука Я с тобой не согласна Ностальгия по старым временам Иногда заставляет нас что-то делать Не, не, не Бесполезная штука Ну неправда Абсолютно Она просто немножко согревает Знаешь Ничего не согревает Она меня прям смотивировала Ну я Она, это Девка Я Пять лет назад Она меня мотивирует Мама Я смотрю на нее, думаю Кошмар И в школе учится А видео снимает И гуляет И треки записывает Понимаешь Да, ну короче Облом, конечно Кстати, не дешевый журнал-то этот Вединг-то Что? 600 рублей Три журнала Это нихера себе Сколько? По 150 рублей? Нет, больше По 200 Да, по 200 рублей Даже больше 206 Какие-нибудь 600 с чем-то рублей Ну короче Типа вообще Вообще Я считаю Для журнала Не, понятно Почему вымирают Журналы печатные Все сидят в телефонах Все сидят в телефонах Это во-первых Во-вторых Типа Лучше заплатить за интернет И пользоваться И месяц Чем купить журнал И читать 20 журналов В день Ну да И книги И аудио И фильмы Жалко очень Потому что журналы Все равно доставляли Ну макулатура Согласен Может быть даже и хорошо Что нет Сейчас они угасают Эти журналы Да и вообще Что они тратят Деревья зря Деревья тратят Но с другой стороны Было что-то в этих журналах Прикольное Я вот не читаю журналы Но вот если бы Это Там В дороге Какой-нибудь журнальчик попался Я бы с удовольствием Его почитал Там какой-нибудь Хороший, интересный Нет, все равно конечно Журналы это класс В самолете например Лечу читаю Ну особенно мне кажется Журналы это класс Типа знаешь Газеты вот например С кроссвордами Вот это класс Вот это вот Ты едешь в поезде Ты бабушка старая Например Или дедушка И сидишь Кроссворды читаешь Угадываешь Вот в этом Есть какой-то Изюм А вот это Ну че Ну да Красивый Типа вейдинг Свадьба Не Прикольно В смысле так-то Мне очень нравится Но если посудить Логически Я эти свадьбы могу И в инстаграме У этих же блогеров Увидеть Да Вот этот журнал С блогерскими свадьбами Ну там не много блогеров Я вообще на самом деле Никого не знаю Кто там был Кроме нас конечно Вот Но я уверена Что у них там Триллиард подписчиков И куча фоток Еще больше С этой же свадьбы Поэтому ну Типа да Прикольно Нам это чисто Вот сердечко греет Душу То что Это такое Вот я почему хочу Начать печатать фотографии Потому что Я хочу чтобы у меня Сохранились Физические фотографии Понимаете В альбоме Которые потом Детям будем показывать Потому что Вот это все На жестких дисках Это конечно клево Но в любой момент Что-то может полететь Жесткий диск сгореть У меня был жесткий диск С фотками До 2009 года И 2009 включительно У меня там было Миллион фотографий И как мы с мамой Ездили в Италию И как мы в Египте Отдыхали И с моей детской Какие-то фотки И весь у меня Жесткий диск Просто В один момент Сдох Кошмар И все фотки С того времени Которые у нас остались Это то что было Напечатано Это то что было У мамы в одноклассниках И все И это на самом деле Очень грустно Потому что У меня там очень много Сяких клевых Кринжовых снимков Было Которые сейчас бы Я с кайфом постила И угорала бы Ну и какие-то воспоминания Но это правда Очень обидно Поэтому я считаю Что всегда нужно Перестраховываться Да ребята Делайте бэкапы Типа делайте Два жестких диска Самое важное Копируйте на оба Да 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 Не повторяйте ошибку Потому что реально И еще делайте печать Обязательно Потому что я вот Я не знаю Я с ума сошел Вот у меня такое случилось И я пыталась Починить этот жесткий диск На протяжении года Я его возила В одну В другую Я не помню Что с ним произошло Но это конечно Было глупо У меня получается Все важные файлы Были на жестком диске Которые я с собой Туда-сюда таскала Типа там В Болгарию поехать В Грузию полететь С собой Понятное дело Ну нельзя Это сейчас я так знаю Поэтому вот у нас Сейчас дома Например Есть облако Такое Хранилище Наше Такое Судок Пандора Да тоже этим облакам Доверять тоже нельзя Вот у меня тоже Сейчас Кто Да Леша по-моему Мне рассказывал Что вот он в этом В Apple Cloud У него загружены были Что-то бэкапы телефона И Ну и в какой-то момент Они просто Ну удалились Он ничего не делал Абсолютно Что-то сервера полетели То ли что-то Какие-то сбои Эти данные Просто удалились И теперь он не может Ну все Забудьте Вот так сохранил Свои данные На облаке А у этого оператора Все Ну треснуло Там все Полетело к чертям И забудь про свои фотки Поэтому облака Это просто как доп Такое Ну Дополнительное ограничение Ну да Я тоже считаю Нужно вообще на всех На носителе Распечатать В облако Ну слушай У меня там миллиард фотографий И видео Как я тебе это все На Это мне столько денег не хватит Столько жестких дисков покупать Чтобы все Это по два раза Три раза дублировать Ну просто понятно Самые такие важные И главные Но сейчас хорошо Просто тогда я еще в интернет Не выставляла Сейчас у меня в интернете Полно всего Но интернет Опять же таки Не в том качестве И так далее Но по крайней мере Хоть какое-то Знаете Такое состояние Спокойства Ну присутствует Но я все равно хочу Распечатать фотки Я уже начала Сделала папку На рабочем столе И туда уже много Накидала фоток Которые я хочу Пойти распечатать Там не все фотографии Хорошего качества Типа С фотикой Некоторые с айфона Но они такие прикольные Ну как бы Моменты всякие Классные Там с дачи С телефона Фотки какие-то Классные Поэтому да Хочется очень Хочу И у нас еще Лежит альбом Для свадьбы Который я подготовила Это тоже Мне надо сесть Как-то И сделать На самом деле Сделать это Вообще не проблема Просто садишься За комп Включаешь Какую-нибудь передачку Мужскую Женскую Или что угодно И просто сидишь Несколько часов И закидываешь фотки Которые нравятся Потом несешь Платишь Не знаю сколько денег Много наверное Учитывая мои желания Я хочу много фоток И все И печатаешь А некоторые по два раза Чтобы маме Бабушке дать Дальше Чтобы все кайфанули Так что да Надо это сделать Итак Мы уже дома И я хочу Сейчас разложить Все документы Потому что у меня тут жесть Но все мои документики И так были разложены Моя мама этим Зенилась Все разложила Хорошенько У меня есть идея Помощь Потому что я купила Вот такую штукенцию Красивая папка На самом деле Я просто Считаю так Так что особенно В документах Должен быть порядок Так С чего бы мне начать С одной стороны Лучше чтобы все документы Были не в одном месте Наверное У меня для него есть специальная папка Сейчас покажу Как оказалось Это пустая трата денег Я купила вот такую штуку Какой же фотоальбом Я рассказывала Такая же книжка Для пожеланий То что на свадьбе нам писали И она у нас сохранилась Все круто Но Да это красиво Тут вот видите Какая сюда кладешь Вот так Но по факту Если ты бумажкой Чем без нее Много чего Теперь не могу Сделать Сочнее она мне везде Всегда теперь нужна Что всем же надо знать Что когда-то у меня была Такая фамилия Кому это вообще не нужно Все, ребят, я разобралась Со всеми документами И сейчас уже 11 вечера Так что я Буду Монтировать этот влог Чтобы он вышел завтра Как будто бы Неделя влога началась Неделя влога Вот Поэтому я с вами прощаюсь Потом пойду по моему голову Будьте счастливы, здоровы Спасибо, что смотрели этот влог Надеюсь, вам было интересно Всех люблю, целую, обнимаю Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok